всем здравствуйте у нас вторая встреча по нашему курс который называется язык программирования питон посвященного вы не поверите языку программирования питон и сегодня у нас уже мы потихонечку заходим на некоторую практическую составляющую в прошлый раз был очень много бла-бла хотя сегодня тоже еще будет некоторое количество бла-бла в следующий раз вы уже быть меньше вот напоминаю что этот курс является обязательным для кафедры с вк бакалаврским обязательным до кафедра я значит магистерским и для этого будет магистром выданы еще немножко заданий вот которые вот тут вот 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 если посмотреть в прошлый год там хорошо видно как выглядят эти задания просто еще три темы вот вот они значит отчетом по нашему курсу в первую очередь является своевременное решение домашних заданий на и джадж в котором вы должны были зарегистрироваться в прошлый раз и решить одно тривиальное домашнее задание вот в этот раз кажется будет тоже самое вот кто-то еще не дошевелил ногами вот да в этот раз кажется будет тоже самое потому что значит все еще нету в нашем контенте нету такого субстрата по которому можно делать домашку но мы с вами начинаем значит питон это интерпретатор вот то есть ну как бы если вспомнить какой-то семестр какого-то года обучения на младших курсах не помню какой нам как говорили что условно говоря языки программирования бывают компилируемые интерпретируемые разница между ними состоит в том существует ли в процессе работы в процессе разработки программного обеспечения существует ли стадия где из исходных текстов вашей программы оформленный на языке программирования стала быть содержащий семантику абстрактного исполнителя определенного вашем языке получается некий код для конкретного исполнителя на котором эта программа будет запускаться вот если такой код получается это результат компиляции и язык программирования компилируемый потому что в тот момент когда программа работает никакого доступа к исходным кодом или к прообразу смысле к отображению этих исходных кодов внутри внутри вашей исполнительной системы нет вот компилируемые являются языки программирования сиси плюс плюс java между прочим несмотря на наличие виртуальной машины потому что мы сначала компилируем джавовский исходный текст в код для виртуальной машины джава потом эксплуатируем вот в интерпретаторах как правило либо это преобразование интерпретация команд на исходном языке на языке вашем языке программирования происходит прямо в момент их ввода вот так устроен интерпетатор командной строки тот же shell вот а значит часто бывает так что сначала за счет некоторый кусочек кода интерпретируется точнее разбирается синтаксически из него делается препарат так называемый байт-код этот байт-код уже помещается в памяти виртуальной машины или каму исполняющей системы но отличие интерпретата от компилятора стоит в том что даже этот преобразованный байт-код в процессе выполнения интерпретируется то есть какие действия что именно должен выполнять исполнитель выясняется не в момент трансляции из одного представления в другой а в момент уже непосредственной попытки исполнить вот у нас будет в как раз магистерской части но никто вас не запрещает на нее тоже сходить это будет где-то в конце ноября разговор именно про то как устроен байт-код питона как в него можно заглянуть что с ним можно сделать спойлер с байт-кодом лучше ничего не делать работать перестанет вот значит вот это вот все значит сюда что это сюда да у питона есть интерпретатор командной строки это очень важный момент для всякой обучалки давайте попробую запустить большой большой терминалец вот это очень важный момент для всякой обучалки потому что вы берете любую любую значит окошечко консольная любой операционной системы даже windows вот и видите в нем какую-то диалог и этот самый диалог можете вести с этом самым питоном вообще никуда не ходя не не открывая никаких редакторов ничего вот как видите сейчас произошла как ни странно нет давайте так вот так вот у нас будет а нет так будет работать это валидный на питоне сейчас чуть такое придумаю чтобы вот а вот вот сейчас произошла синтаксическая ошибка то есть то что я ввел пытался значит ввести интерпретатору вот эта подсказка которая вводится то что было передатор немедленно не было разобрана даже на синтаксическом уровне не потом сказал не понимаю этого и детстве вот а а вот предыдущая строка давайте я ее повторю синтаксической ошибкой не являлась почему а потому что эта строка синтаксически верна это идентификатор просто обычный идентификатор создаться остаться остаться подумаешь мы часто такие пишем а вот интерпретировать этот идентификатор уже в процессе выполнения этой самой команды питон не смог почему а потому что он нам написал почему все сообщения об ошибках питона ну я думаю что доучившись до третьего курса или даже больше все здесь присутствующие понимают что сообщение об ошибках для вас они для кого бы еще если если вы их не прочитаете их больше никто не прочтет сообщение об ошибках вашей программе вот они для вас ну вот так что нам говорит питон говорит что нет такого имени он определил это как идентификатор только то и только этот идентификатор не ссылается ни на какой объект соответственно имени в таблице имен вот этого садо просто нет вот дальше больше нет это не так а вот если скажу вот так вот сейчас вот так вот вот это вообще валидная строк для питона до это просто архитической ранее почему бы нет но он выполнил ее он вы вычислил а ты это архитическая вражение в командный строке и как полагается в командной строке результат то есть тот объект который получился в результате вычисления то архитического выражения просто выдумано мне крана это некое число вот такие дела то есть в принципе рекомендуется использовать вот по любому поводу открывать вот такую вот командную строку либо вообще непосредственно, как я, в консоль либо в вашей DE-шечке, если вы чем-то таким пользуетесь там почти наверняка есть окошко с питоном и прямо в этом окошке с питоном значит, экспериментировать, сколько влезет ничего не взорвется от этого никто не умрет, никто не заболеет вот, и вообще ничего плохого не произойдет кроме хорошего, а хорошее это то что вы попробуйте и изучите какой-то какой-то топик питоновский вот, для тех, кто все еще не до конца знаком или просто позабыл, что такое REPL read, execute print, забыл, что означает да это некоторое а, print loop read, eval, print loop вот, спасибо, дорогой, мне тут подсказывают в ютубчике, как называется REPL read, eval, print loop это loop, цикл это циклическая работа в диалоге, когда у вас весь поток ввода и весь поток вывода только текстовый причем важно понимать, что поток, который передает данные то есть, например, вот это это данные, которые вам выведены на экран и поток, который передает всякие управления, например сообщения об ошибке совмещены примерно в одном и том же значит, пространстве вот, те, кто из нас учился на втором курсе факультета знает, что на самом деле поток не два, а три один ввод и два вывода std out и std er вот, и это здесь тоже соблюдается но с точки зрения пользователя мы вот что-то вводим, оно выводится все вот, и так по кругу вот вам, пожалуйста, командная строка вот в командной строке, как мы помним по знакомству с каким-нибудь шеллом есть много всяких удобных плюшек ну, например, ну, не знаю, там углом вот какая-нибудь строка надо будет это отключить дурацкая, научный пибор да s.is я нажал два раза таб в попытке набрать командную строку и мне питончик достраивает говорит, знаете что, у вас, у твоего объекта s есть методы, начинающиеся на is раз уж ты нажал тут таб и вот эти методы ватс значит, при как-то некоторой сноровке в командной строке можно супербыстро набирать короткие сниппеты потому что большая часть действий за вас делает клавиши таб вот значит, так же оно и в шелле так же оно в других интерпретаторах так же оно в питоне значит, что еще можно делать в командной строке в командной строке есть история вот это вообще из каких-то прошлых семестров нет, это из разговора про математическую библиотеку вот в командной строке есть история по ней есть поиск вот видите, да по ней есть всякие другие штуки вот кстати, об управляющем выводе вот сейчас я нажал Ctrl-C и это был управляющий ввод это не ввод данных а это мы с помощью коллыша Ctrl-C сказали интерпретатору не хочу ничего выполнять давай, значит, все выбрасываем давай по новой вот значит ну вот, собственно, все подсказка, история, достраивание, поиск по истории ну и подсказка, если очень хочется ух, сис кажется нет а ты уверен? да вот такая вот я вам да значит вот так устроен любой питон поставленный на любую машину в нем есть вот такая штука с ним можно вполне эффективно работать но с недавних пор просто потому, что так лучше видно на проекторе я пользуюсь другой другой оболочкой которая, собственно, является обмазкой вокруг просто питона так прежде чем еще порпать на стартап поговорить значит ваш локальный интерпретатор питона можно настроить дополнительно вот что тебе не нравится не по фэн-шуи все сделано сейчас сделаем по фэн-шуи видите, он говорит а где двойной пробел между чего тебе не нравится а вот а теперь двойной вот ну что все, фэн-шуи о, счастье я в какой-то момент поставил себе проверку не просто синтаксиса но и стиля просто потому, что чтобы немножко научить свои пальцы писать прямо в том стиле который удовлетворяет вот эту проверялку так код будет читаемее поэтому я иногда буду злиться на то что мне указывают что я пишу не по фэн-шуи исправлять ну вот смотрите вот файл написанный на питоне служащий для того чтобы настроить интерпретатор питона для дальнейшей работы например сохранять историю в файл пай-хистори по умолчанию никуда не сохраняется вот установить вот эту работу таба по умолчанию опять-таки она может быть не включена ну и так далее вот а еще видите с помощью модуля add-exit при выходе из интерпретатора накопившаяся история с помощью функции save-history записывается в файл вот такая простая штука вычитанная мной между прочим в документации по питону напоминаю что на самом деле наша встреча здесь это просто чтение вслух в документации по питону ну с небольшими расширениями и пояснениями той самой которая тетория даже не документация документацию вслух читать можно годами а именно тетория он довольно короткий вот значит чем можно пользоваться при работе можно во-первых пользоваться айдлом айдл это это оболочка написанная на питоне и встроенная в питон графическом графической подсистемой т.к. самый древний вот из сохранившихся до сегодня на сегодняшний день толкетов графических вот в нем есть свой собственный интерпретатор он не такой как обычный обычный питон немножко другим способом организует командную строку вот зато в нем есть раскраска которой в традиционном питоне нету вот например как устроен интерпретатор в в айдле если вы выделяете кусочек текста а потом просто жмете на enter этот кусочек текста сразу вставляется и выполняется довольно удобно вот значит уделять слишком много времени айдле я не буду но хочу сказать что если вы не хотите пользоваться какими-то чудовищными значит и дешками типа пичарма айдл есть всегда максимум вам нужно в вашем там если у вас линук и ваш питон распилен на кусочки ставите пакет который содержит этот самый айдл все он 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 поставляется вместе с питоном в инде или там сразу поставляется вместе с питоном айдл вот ну в нем есть и редактор кстати если что значит да есть всевозможные красивые обмазки вокруг стандартного интерпретатора питона с раскраской и какими-то промежуточными удобными способами редактирования которые обмазки нужны для того чтобы ну людям которые привыкли например к некоторым некоторому сахару при работе в редакторах чтобы этот сахар был также в командной строке вот я с вашего позволения буду пользоваться вот такой штукой кто называется pt python вот он очень похож на обычный python за исключением того что как видите он умеет раскрашивать кстати вопрос к здесь присутствующим скажите мне на черном экране светлые буквы нормально видно или лучше лучше все-таки темный на белом я как правило делал темный на белом в своих лекциях и так и так хорошо давайте сейчас попробуем вот это вот выглядит вот так вот только его надо сделать погромче я сказал погромче вид ну вот не был не работает а спасибо контрол плюс да вот можно вот так вот сделать да как хотите мне привычный такой вариант если вдруг кого-то начнутся значит это самое будет плохо видно сигналь мы переключимся на белый на черный черный ну вот значит питон помимо питон есть еще куча всяких других очень похожих оболочек б пойду ай пойду вот наиболее известный из них ай пойду потому что она входит б пойду плохо известная как видно возможно его больше не существует вот а можно погуглить ай пойду потому что он входит в состав такого известного инструмента как юпитер вас юпитером заниматься не будем о ведь юпитер юпитером не будем я имею некоторое предубеждение против него вот и он нам не понадобится на самом деле вот интерпретаторы как я уже сказал бывают встроены в дешечку тот же ipad он отлично строится во все подряд а вообще интерпретатор бывает даже встроенный в броузер есть такой проект brighton ой а зачем нам тут выводить help если можно перебросить нас в настоящий help а так то в общем вот он вас особенности этого проект состоит в том что мало того что устроен в броузер это вообще принципиально другой питон это питон написанный не носи как весь классический питон современный да вот наш питончик это си python написанный на языке программирования си вот а brighton написан на джава скрипте это питон написанный на джава скрипте вас и это не то что как бывает берется in scripting и файл на си конвертируется в и бас мы и запускается в розе нет люди упарываются пишут на джава скрипте реализацию питон вот это довольно забавная штука вот ребята там странные еще год назад еще год назад еще год назад сайт brighton был оформлен в красно-красно-белую палитру такой ярко красный цвет я даже специально установил расширение на firefox который перекрашивает эту красную палитру во что-нибудь нормально но потом они одумались теперь они не красный ну вот значит ну раз пошла такая пьянка давайте я еще покажу питон написанный знаете на чем на питоне проект пайпай это сообщество которое выпиливает лобзиком питон написанный на питоне который внимание более чем чем в четыре раза быстрее чем питон написанный носить звучит как что-то несколько удивительное но факт остается фактом вот вот сравнительные тесты вот значит проект пайпай был замечен в том числе в изобретении очень интересных алгоритмов некоторые из которых вошли в питон например редизайн словарей в 3 6 что ли питоне был взят ровно из проекта пайпай так что как-то это не просто какие-то странные люди которые реализуют язык программирования на это же сам языке программирования нет они значит ночью делать свойства интерпретируемости языка помимо всего прочего вводит одну важную проблему большая часть ошибок которую вы получите при работе вашей программы не ловятся при синтаксическом анализе да вот классический пример мы с вами уже видели когда мы запускаем просто пишем что-то вот такое эта штука не является синтаксической ошибкой нам нужно написать целое выражение заставить интерпретатор его интерпретировать и только в рантайме в процессе работы программы мы получим сообщение об ошибке да ну например а равняется а запятая b равняется 1 запятая 2 а плюс c вот пока не выяснилось что в пространстве имен в бар в момент интерпретации этого кода отсутствует имя c никакой ошибки не было большая часть ошибок получаемых вами при работе с интерпретируемыми языками программирования это рантайм это конечно же вносит некоторые неудобства в разработку больших систем когда вы написали кучу кода и пока вы его не задеплоить пока вы его не запустите не вы не увидите сколько в ошибок там понадобили таких вот тупых вот для того чтобы это пресечь существует целая дисциплина программирования которая называется майпай и инструмент к ней которые вводят элементы элементы а поддержку полную статической типизации в питон питоне естественно динамической типизации как во всех интерпретаторах и про нее у нас будет даже целая одна лекция в магистерском магистерских долглавах но конечно же это свойство не питона это свойство именно отдельно специальный довольно строгой дисциплины разработки вот что такое питон с точки зрения так сказать пользователя которым пользуются в питоне есть одно понятие объект и тогда да эти объекты это собственно все что в питоне есть до петон это объекты и вызов под этим от well из этих объектов каких-то методов больше ничего все остальное это все токсический сахар на самом деле за небольшим исключением там оператор оператора питона это тоже отдельная сущность вот а например даже какой слажение это на самом деле вызов соответствую методом метода соответствующего объекта. Типы данных. Есть целые числа, есть вещественные числа. Вот. Про вещественные числа я потом покажу трюк. Вот. Мы докажем, что их не существует. Или нет. Похоже, надо сейчас прямо сказать. Да? Вещественных чисел не существует. Возможно, кто-то из здесь присутствующих знает этот простейший факт. В компьютере невозможно представить вещественное число. Вещественное число – это предел, бесконечный предел последовательности. Оно может быть, представляться в виде дроби, не только бесконечной, но и апериодической. Мы не можем представить число пи или е или что-то такое. Ну, то есть, какое число больше, пи или е? А если их задумно наперед написать, какое больше будет? Вот. Значит, доказательство того, что вещественных чисел не существует, является питом. Как вы думаете, какой результат этой операции? И это правда, чтобы вы понимали. Потому что, когда мы говорим вещественное число 1.1, на самом деле мы имеем дело с рациональным числом, являющимся какой-то дробью, где внизу стоит какая-то степень двойки, ну, вернее, да, и сверху тоже. Это двоичное представление вещественного числа в рациональном виде. Точность где-то заканчивается. Соответственно, эти два числа подобраны таким образом, что оба из них при представлении их в виде рациональных оказались чуть больше, чем соответствующее вещественное число. А сумма оказалась настолько больше, что, видите, нам погрешность вывезла. Вот. Забегая вперед, у нас будет отдельный разговор. В питоне есть поддержка работы с рациональными числами и числами в строково-десятичном представлении. Произвольной точности, которую вы зададите, такая и будет. Понятное дело, что за все надо платить. Если вы заказали себе число с тысячей знаков, будьте готовы, что оно примерно немножко в тысячу раз медленнее будет работать. На самом деле не в тысячу, но не важно. На самом деле тысячу делить на 64 или на 32. Ну, тем не менее. Да, понятно, чем больше знаков, тем больше их надо обрабатывать. Такие дела. Значит, в питоне, понятное дело, есть все атоматические операции, которые вам только хотелось иметь, а также те, которые не хотелось. Вот их табличка сводная, есть документации. У них есть, у этих арифметических операций, так же, как во всех языках программирования, старшинство. Слава богу, кто из вас изучал Паскаль, не надо ставить скобочки вокруг арифметических операций, потому что логические операции имеют более низкий приоритет. Помашите ручками, кто изучал Паскаль, среди здесь присутствующих, мало народу. Но вы помните эту проблему. Любой энд или ор, и вам нужна здесь атоматическая операция в скобочках, и здесь скобочку, потому что дядюшка Никлаус Вирс считал, что энд и ор для настоящих программистов это более приоритетная операция. Есть одна забавная фишка. Не знаю, дойдем мы до нее или нет, но это такая типикал Пайтон. Обратите внимание список арифметических операций. Видите, вот это. Это умножение матриц. В синтаксе спитона введена арифметическая операция матмул, она же умножение матриц, математическое умножение, матричное умножение. Но в языке программирования, в синтаксе языка программирования нет таких типов данных, которым эта операция применима. Потому что вы можете создать свой собственный класс, в котором она будет реализована, и все будет хорошо. Более того, таких классов уже 100-500, во всех математических библиотеках нумпы пользуются естественной операцией напропалую, в синтаксе языка только есть операция, а соответствующего типа данных нет. Это вообще нормально для Питона, подумать о других людях, а самим, значит, чужую делянку не затаптывать, потому что не хватало еще объявлять себя гениальными математиками и писать всю матричную арифметику прямо в языке. Пускай гениальные математики придут. Нумпай, прекрасная библиотека, написанная где-то на треть на фортране, потому что математические методы часто пишут на фортране. Ну, такое дело. Вот, разумеется, в Питоне есть, как в Си, побитовые операции, такие вот, битвайз, ватс, всякие сдвиги, энд, ор, ну и так далее. Все это понятно. Значит, что еще можно сказать про интересные фактические действия в Питоне? Значит, это деление, это целочисленное деление, так же, как это сделано в Си-шарпе. Вот. Очень удобно, не как в Си, когда у вас деление, если у вас оба операнда целочисленные, то деление внезапно целочисленное, если хотя бы один из них вещественное, то деление вещественное. Это очень... вносят в язык некоторую контекстную зависимость. Вот. А в Питоне, ну, вот так сделано, остатка деления. Тут ничего интересного нет, на самом деле. Какие еще типы данных? Ну, разумеется, строки. А может, даже кажется, где-то наша такая строка была. Нет, не было. Вот. Это строка, строки можно складывать прямо тут. Строки можно умножать. Как видите, ну, все довольно... Да. Вот. У строк есть некоторое... У строк, как у последовательности символов, есть некоторое особое свойство, про которое мы будем говорить в лекции про строки. Оно мне очень нравится, но не буду палить. Вот. Значит, есть составные типы данных, разумеется, например, карты же. Обратите внимание на вот этот... Как это? Сейчас. Это называется? Автозаполнение? Не-не-не, вот запятую в конце. Я хотел вспомнить термин из лингвистики. Кембриджская запятая. Вот, вспомнил. Есть такой термин, кембриджская запятая, когда вы делаете длинные перечисления, и в конце и. Надо ставить запятую перед и или не надо? Вообще-то не надо. Но для того, чтобы эти перечисления можно делать любого размера и не думать, вот, надо удалить запятую, вставить запятую, все вот это, в документах университетских, где часто такое встречается, принято писать запятую в конце перед и тоже. И вот примерно так же устроен синтаксис составных типов в питоне. Вы можете писать вот так вот. И вот здесь вот эту запятую оставить, чтобы, когда вы вздумаете вставить строчку, вам не пришлось думать удалять запятую или не удалять. Вот эту вот. Или удалить строчку. Ну, в общем, вот, такие дела. Значит, кортеж. Кортеж – это просто массив из соответствующих элементов. Он мог быть любого типа, разумеется. А кортеж разве изменяемая структура? Нет, неизменяемая. А кто сказал, что она изменяемая? То есть туда можно добавлять… Нет, нельзя. Так мы ее заново переопределяем? Да. Нет, это когда, тогда просто запятую-то оставлять в кортеже, то все равно не имеет смысла в списке. Погодите. Это для удобства вашего редактирования. Причем здесь идея состоит в том, что у вас в коде написано вот так. Теперь вы решили вставить строчку. И вы думаете, где там запятая, есть запятая, нет запятая. Ставьте запятую, и всем будет хорошо. Вот, человек, который делает подсказки, ведь я не поглядел в чатах YouTube, говорит, что она еще называется не только, она называется либо Гарвардская, либо Орсхардская, а вовсе не Кембриджская. Ну, хорошо, спасибо, будем знать. Короче, имени какого-то британского университета. Пош, понтового. Вот. Значит, да, кстати сказать, это единственный способ задать кортеж из одного элемента. Потому что, как вы сами понимаете, вот такая конструкция, это просто единица в скобочках. Вот. Спасибо Борису, который тоже нам подсказывает про это дело. Ну вот. Значит, кортеж, как вы правильно сказали, это неизменяемая структура данных. Значит, где вот, 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 вот. Сейчас мы сделаем вот так вот. Да? Вот. Хотя индексируемое. Мы можем получить n элемент, но мы не можем написать вот так вот. Это эффективно и очень эффективно как раз использовать кортежи в качестве таких вот сборников, таких-то элементов, по которым вы быстро бегаете, которые мало места в памяти занимают, их не надо модифицировать, все такое. Вот. Есть, конечно же, списки. Для кортежей довольно забавная есть штука. Смотрите. Сейчас, секунду. Кажется, это для всего есть. Да, это у нас будет чуть позже. Но, значит, идея стоит в следующем. Смотрите. Вот у нас есть кортеж А и кортеж Б. Они, разумеется, равны. Сравнение составных типов данных в питоне автоматическое. Просто мы проходим их подряд от нуля, значит, от нулевого элемента до последнего. Сравниваем каждый элемент. Если нашли что-то неравное, выдаем результат неравенства. Если все равны, значит, все равны. И длинны равны. Но это разные объекты. Смотрите. Это один объект. А это другой объект. У них разные идентификаторы. То есть в памяти где-то лежит два кортежа, содержимое которых одинаково, но имя А ссылается на один из них, на 140,76. А имя B ссылается на другой из них, на 140,520. Кстати, я сильно подозреваю, что это в случае питона, скомпилированного под линукс сишного, это вообще адрес в памяти. Нулевсемикс. Да, видите? Это старший разряд. Ну, как же. Старшая верхняя часть, влачей половины, все адресы моей памяти. Там куча лежит в формате LF. Вот это просто адрес в куче, на самом-то деле. Ну так вот, это два разных объекта. Поэтому, несмотря на то, что они равны, их можно сравнить вот так вот, спрашивать, является ли объект, на который ссылается имя А, объектом, на который ссылается имя Б, и это нет. С этим связаны некоторые подковерные штучки в питоне, о которой мы потом столкнемся, но они все равно не опасны, то есть никаких деструктивных последствий от них нету. Такие дела. Тем не менее, вот операция IS. Вот. А еще, поскольку кортеж – это последовательность, вы всегда можете сказать что-то типа 3 IN A. Да? Проверить наличие элемента в последовательности всегда можно. Кстати, это верно вообще для любой последовательности, не только для кортежа. Операция IN – это просто пройти всю последовательность, найти, есть ли там соцсоточный элемент. А если соответствующая штука организована более хитро, например, это словарь или множество, то еще и не надо весь проходить. Множество было устроено таким образом, что у него поиск примерно константный. Вот. Ключа. Типы. У каждого из этих объектов есть тип. Ну, например. Это тюпль. Вот. Какая разница между кортежем и анонимным списком? Я не очень понимаю, что такое анонимный список в случае питона. Вот. Сам по себе список – это когда он создается, это более сложная структура данных, в которую включаются всякие штуки, связанные по его модификации и обеспечению его цельности. А в кортеже нет. Кортеж – это просто таблица ссылок на соответствующие объекты, которые создаются раз и навсегда на время жизни этого объекта. Она сама по себе проще. Вот. А дальше там вот надо лезть в реализацию. Думаю, что, в принципе, разница не очень велика. Ну вот, смотрите, тип. Допустим, тип от числовой константы будет int, да. Если это будет не числовая константа, а переменная, то на самом деле все то же самое, потому что, когда мы скажем type от f, сначала питон сходит к пространству и умен, увидит там имя f, а дальше скажет, что f ссылается на 1,2,3, 1,2,3, это тип float, ну и так далее. Вот. Что я хочу сказать, что типы – это тоже объекты. Смотрите, t равняется type от, ну, допустим, раз, два, три. Да? Допустим, мы взяли и преобразовали число в строку. String от лы-л-л-л-л. Это работает вот так. Мы применили str, вот, вот, а мы можем взять вот так вот. Ой, нет, так не можем. А вот так можем. Ну, потому что t – это int, int от строки ч-л-л-л-л-л-л, вполне себе, вот, и если мы сюда впишем не число, это число, не число, то он скажет, смотрите, не могу. То есть на самом деле t из str. False. А, int. О. Так что тип в питоне – это просто такой объект, который создает объект соответствующего типа. вот да вот например int без параметров нам создаст 0 такие дела вот функции в питоне ну во-первых функция в питоне это не совсем то же самое что функция в каком-нибудь не знаю паскале потому что с точки зрения классического подхода к процедурным языкам оперативно вроде как 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 питон функция это такая математическая формула который из данные из данных определенного типа производит зачисление выдает результат определенного типа а в питоне функция это просто именованная запись алгоритма какого типа там в питоне в этой функции будут переменные и это вообще говоря совершенно неважно типизация в питоне строгой но динамическая или скажем так в питоне типизируются объекты но не имена вот в майпай имена типизируются в питоне эти имена не могут быть типизированы вы можете написать функцию ну давайте мы ее прямо напишем до дев фун от а запятая b return а умножить на 2 плюс b и эта функция будет применима ко всем объектам у которых есть операцию умножения на число и операция сложения то есть она будет применима к числам и она же будет применима вверх строкам кувы умножить на 2 плюс рты при этом сама операция звездочка операция плюс как видите работает совершенно по-разному к с разными объектами в действительности мы об этом будем отдельно говорить но в действительности а умножить на 2 это просто кстати обратите внимание вот можно и можно же и к спискам применить чё чё вы думаете как работает сравнение типов через из и почему нельзя через равно через равно можно я не знаю почему решили что нельзя сравнение типов через из работает точно так же как вообще работает сравнение через из выясняется идентификатор объекта если идентификаторы совпадают то это один и тот же объект а если не совпадают то это разные объекты тип же это просто объект в питоне вот и все типа такой объект вызываемый кстати можно вызвать ведь инт можно вызвать он создаст этот самый то есть питон очень простой язык я вот к чему все объект если объект можно вызывать у него есть метод call за что можно вызвать если нельзя значит нельзя вот мы тут что хотели мы хотели применить эту операцию к еще другому типа пожалуйста можно вот так вот я хотел сказать что а умножить на 2 это на самом деле синтаксический сахар к вызову методам у и тогда становится понятно что вообще собой представляет вот эта формула мы просто берем соответствующий объект например объект на который ссылается имя а берем от него метод мы передаем ему 2 получается новый объект собственно умножить на 2 мы от этого объекта берем соответствующий метод это уже будет метод от передаем в качестве параметры мет объект b получается следующий объект ну вот собственно и вся 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 премудрость да вот ничего ничего сверху этого вот такие дела должны ли быть объекта одного типа как мы видим объекта одного типа могут не быть например если у нашего объекта определена операцией ну который работает на числах то она будет работать а вот если такая операция не определена например мы берем и пишем строка умножить на строку нам скажет нет так не бывает мы не можем умножить строку на строку вот и все разработка больших сверх больших проектов когда все упирается в дисциплину представьте себе что вы командой из за счет 10 там 7 человек программистов один тот самый лид еще 71 лид еще 71 лид этих еще один пишите вот такой вот софтину и по нескольку сотен значит по нескольку десятков килобайт кода в день выдаете любая описка а их тех описок будет сто пятьсот возникшие на этапе программирования если она не будет отловлена каким-то средством строгой по строгой проверки кода в момент дипломента вызовут непонятную ошибку такие дисциплины лучше такие вещи лучше убивать на месте если конечно вы видите как руководитель вот этого всего безобразия что вот эта разработка ну она реально такая такая вот ну объемные тогда надо использовать собственно об этом мы тоже поговорим в конце семестра что по похоже не зря вида сейчас работает в микрософте потому что он там занимается как раз статической типизации вас видимо микрософт как-то ставит на питон как на еще один язык программирования в котором на котором можно делать большие прицель большие проекты возможно они разочаровались джави возможно они даже все шапки за счет такие дела а да я забыл сказать что можно ли сложить строковое число нет нельзя слушайте почему вы меня спрашиваете дорогой человек по нику просто аккаунты берете питон и пытаетесь сложить строковое число как это эксперимент дешевле вопроса это кстати одна из главных фишек в питоне если у вас есть какой-то вопрос его конечно можно задать мне на лекции но я могу между прочим и проигнорировать а вот питону задать это стоит нескольких долей секунды и даже понятно почему нельзя потому что в объекте стр метод мог не умеет складывать с целыми числами он это проверил вам это сказал да это ошибка ран тайма это произойдет только когда вы попытаетесь выполнить эту операцию вот у нас есть функция fun если в эту функцию fun передать объект который несовместимы по некоторым из операции вот смотрите ну короче вы поняли вот да я совсем забыл сказать что функция это тоже объект самый шумина есть не ту на fun функция вот это значит что объекты функции можно передавать другой функции смотрите функционал от а запятая b return запятая f f вот а запятая b ну скажем плюс f вот b запятая а допустим 12 13 и что там int . ну див допустим нет флот . див флот . див чего нет нет конечно если ее вызовут ее вызову а нам нужными объект там просто нету слов нету дива сейчас узнаем как называется трудив называется кажется да нет конечно если мы поставим скомочки эта функция вызовется я хочу обратиться к объекту к самому ну ты вот я говорил что в питоне на самом деле строгая типизация теперь верите вот обратите внимание на то что вот эта вот модель она несмотря на то что я рассказываю много разного она прямо на глазах упрощается потому что вот этот вот объект который называется взять тут буквой фы да это просто объект тот факт что он функция никого не волнует до того момента пока вы круглые скобочки не поставить мы можем попытаться сделать вот так что сейчас будет ран тайм ошибка со словами а вы знаете этот объект вызвать нельзя у него метода кол нету а если бы он был того бы вызвался то есть все что связано с семантикой вашего кода в основном будет проверяться и работать в процессе уже выполнения программы синтаксически эта конструкция верная какой-то идентификатор вызова а если мы напишем вот так вот то ошибка будет пардон то ошибка будет совсем другая оказывается на три параметра короче вы меня поняли смотрите ща ну-ка а там бинарная функция должна быть окей нет так не будет работать ладно пофиг поехали дальше вот значит смотрите получается что что у нас есть какое-то имя она слайса на какой-то объект любое имя впитоне ссылается на какой-то объект мы можем проверить один и тот же то объект или для пример равны ли эти объекты или если эти объекты однотипные можно проверить там на больше меньше вот это вот все вот причем все эти проверки на самом деле финиширует просто вызов соответствующего методы соответствующего объекта не более того вот и вся вот эта вот машинерия внезапно превращается в какую-то очень примитивную манипуляцию примерно одними и теми же терминами. Просто вот дальше на ней наслаиваются какие-то тактические конструкции, типа вот этих арифметических операций, операций сравнения и так далее. Ну, в конце концов, раз уж я про это упомянул, это функция b равняется c false, это то же самое, что b not implemented, почему? a Конечно, not implemented, мы не можем сравнить. Вот поэтому будем говорить где-то в октябре месяце про то, как дальше бороться с этой штукой. Давайте мы сейчас простую вещь так и сделаем. вот, да что ж такое? a, целый, это да, строгая типизация. Вот, наконец-то. Спасибо, дорогой. Все. Значит, про то, что сейчас произошло, чуть более подробно будем говорить существенно позже, пока нам это, дам до этого далеко. Но вы, в общем, всю идею поняли. Да, значит, объекты, их методы и синтактический сахар вокруг. Теперь давайте поговорим про имена. Это, пожалуй, самая важная часть сегодняшней лекции. Вот. Я, возможно, людей, которые читали учебники по питону, сейчас шокирую и скажу, что в питоне нету операции присваивания. Вообще нет. Вот это вот равно это не присваивание. Ну, как мы привыкли операцию присваивания воспринимать? Вот у нас есть переменная. Еще в питоне нет переменных, но это так, к слову. У вас есть переменная. Это такой ящик. Вот мы об этом говорили на одной из лекций по парадигмам программирования. Вот ящик, у него есть такая дырка, скажем, она круглая. И в этот ящик можно положить только объект круглого типа, вот в эту дырку, потому что он туда пролезает. Положили этот объект, он там лежит, значит. Вынули, положили другой. Вот что такое переменные в классических языках программирования типа Ascali, C++, Java и всего остального. Только не в питоне. Потому что в питоне есть понятие объект, существующий, имеющий идентификатор, уникальный. Вот тот самый ID, про который мы говорили. Вот. Где он тут? Вот. А есть его имя, этого объекта. И у одного и того же объекта может быть сколько угодно имен. Когда мы говорим А равняется, Б равняется, С равняется, давайте сейчас ради будущего примера устроим список. То А, Б и С это мало того, что одинаковые объекты, это вообще один и тот же объект. Один и тот же. Это просто три имени одного и того же объекта. У кого на осях, вот кто помнит курс операционной системы, про то, как устроены файловые системы в типичном Unix, помнит, что там есть Enode, это уникальный идентификатор файла, и у этого Enode может быть сколько угодно имен. Операция RM это операция удаления одного имени из многих. Поэтому, если я скажу дел С, удалить имя С, то мы из пространства имен удалим одно имя. А, кстати, вот это пространство, ой, о, это ПТ Пайтон, он завел кучу какой-то ерунды. Давайте обычный Питон запустим, чтобы нам так страшно не было. Вот, смотрите, А равняется Б, равняется С, равняется раз, два, б, нон. Что я сделал неправильно? А, равно забыл, да, 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 спасибо. Вот, да, значит, так вот в пространстве имен Питона есть немножко встроенных каких-то штук. Вот здесь, например, лежат все встроенные переменные. И вот эти А, Б и С, вот они. Если мы говорим, Д равняется А, да, пожалуйста, Д из Б. Это все одно и то же, один и тот же объект. Более того, мы можем удалить кого угодно. Пожалуйста, вот их стало три. Никакого главного имени и побочного имени у объектов нет. У объектов есть имена. Вот их три штуки у одного. Если мы удалим все остальные, Б удалим, С удалим, и Д тоже удалим. Только в этот момент, вот только сейчас, наконец, последнее имя у объекта удалится, это объект тоже удалится. Такие дела? Вот. Мы уже смотрели в DIR. Теперь можно еще сделать, давайте мы вернемся к ПТ-Пайтону, но его лучше видно. Память очистилась в тот момент, когда вы закрыли, ПТ-Пайтон с ГИЛИКом. Память очистилась в какой-то момент после того, как удалилась последняя, как удалилась последняя ссылка на объект. Не сразу, потому что иначе это было бы слишком медленно, понятное дело. Оно какое-то время повисело, значит, в кэше, потом пришел сборщик мусора, сказал, рифкаунт вот на этот объект равен нулю. Выбрасываем. Вот. Это, кстати, довольно забавная штука. Смотрите. B. Да? Дел А. А равняется все тому же. Не успел. Остался тот же самый адрес. То есть, по какому именно принципу там внутри себя Питон размещает или переиспользует идентификаторы, вас волновать не должно. Поскольку строка это не модифицированный объект, всем все равно. Вот. Значит, теперь относительно ссылок. Итак, мы делали список. А равно вот. список. Мы теперь знаем, что это три имени одного и того же объекта. Более того, если мы делаем вот так, мы получаем четыре имени одного и того же объекта. Операция равно это операция связывания, а не присваивания. Просто имя получается еще одно. Их там четыре. Там есть у нас сегодня рифкаунт. Будем про рифкаунт говорить? Будем про рифкаунт говорить. Хорошо. Тут чуть позже. Вот. А значит, если успеем. Фишка стоит в том, что не только D из А, но если мы, например, модифицируем, ну скажем, второй элемент от D, что у нас заменится на D, на куку, какая часть? Ну, строковая часть, конечно. То, естественно, мы не модифицируем один и тот же объект, и поэтому теперь, что А, что Б, что С, разумеется, будут равны УТ. Операция связывания это просто операция присваивания, именования. Имя, которое лежит у нас вот в Дире, или, например, в Global. Во. А, это History. Это, это ПТ Пайтон так историю запоминает, зараза такая. Мы можем сослаться на тринадцатый от начала нашего сеанса объект. Ну, не знаю, зачем они это сделали. Молодцы. Ну, не важно. Важно то, что вот наши это А, Б, С, вот они. Да? Да? Вот. Ну, вот. Значит, ББМ в действительности, как мы только что видели, это вообще один и тот же объект с несколькими именами, а добавление этих имен это просто добавление в пространство имен очередного вот такого имени. Идентификатор. Вот. Что еще? Ну, разумеется, множественное связывание очень удобная штука в Питоне, как я уже ее пользовался, когда я писал вот так вот. Вот. Вот так вот. Да? Это множественное связывание, вообще говоря, не настолько простое, как кажется. Справа может стоять любая последовательность. Главное, чтобы она была той же длины, что и слева. Ну, слева не совсем последовательность, слева некоторая штука, говорит, это такой вот набор имен. Да? То есть мы можем написать вот так вот. Ну, скажем, range от 3 до 7. Справа стоит перечисляемая последовательность, слева стоит выражение, которое перечисляет 4 имени, и 4 имени туда попадают. И еще более того, мы можем сделать catch-all. Мы можем сказать вот так вот. Тогда в первые имя попадет первый элемент последовательности, в последний элемент последовательности, а в catch-all попадет все остальное. Ну, в виде списка, потому что, когда мы эту последовательность распаковываем, его надо в какой-то формат преобразовывать. Такие дела. Вот. Множественное связывание. Множественное связывание это не просто такая штука. Это довольно удобная штука при программировании. оно может считаться атомарным. На самом деле нет, там все-таки оно в каком-то порядке выполняется, но это довольно удобно, когда у вас слева новые, слева имена, а справа новые значения. Знаете, как выглядят задачи на питоне поменять местами, помните, такая классическая задача для А5 класса, поменять местами значения двух переменных без использования третьей. Ну, типа там, XOR использовать, умножать их. В питоне это выглядит так. Подсказывайте. Да. Почему? Потому что множественное связывание обладает некоторой степенью атомарности. Кстати сказать, одна магистрантка философского факультета кафедры логики, философской логики, нашла неатомарность в связывании. Вот я, если не забуду, я поищу и найду. Вот на самом деле это не совсем атомарная операция. Все-таки, если там происходит жуткий обмен данными, там можно сделать так, что вот в зависимости от того, с какой стороны она начинает считаться, там вот появится другое. Ну вот. Списки. Списки мы уже видели. Списки – это фактически такой динамический массив ссылок на произвольные объекты. Есть еще более интересная штука, называемая словари. Словари – это значит то, что в теории называется ассоциативные массивы или как это еще слово было? Вот вместо дикшен или что обычно еще говорят? Map. Да, Map именно. Вот тип Map. Да? Когда у нас вместо… Да, причем с точки зрения питона, чтобы вы понимали, если вы пишете… Map – это немножко другое. Map – это генерируемый объект, нехранимый, да? Вот. Чтобы вы понимали, когда вы пишете код на питоне, то вы вот этот словарик, который вы создаете, когда вы им пользуетесь, вы на самом деле считаете, ну, как бы, можете считать, что словарь – это такой массив, у которого индексом является не целое число, а что хотите. Вот. То есть в синтаксе использование такой, как если бы это просто был массив, просто вместо массива там, ну, странный индекс такой. Вот. Про связанное мы уже говорили. Вот. Надо понимать, что, если ваш объект связан, например, ну, например, а равняется, там, не знаю, разу-трезу-трезу-трезу-три, b равняется, не знаю, а-0, то на вот этот объект, на а, существует более одной ссылки, потому что, ну, не на, ну, вот этот объект, раз-2-трезу-трезу-трезу-три, существует более одной ссылки. Во-первых, на него ссылается имя а, во-вторых, на него же ссылается вот этот элемент кортежа, да? Это один и тот же момент. То есть, связывать можно не только именами, но и ссылками из составных типов данных. Вот. Забыл картинку присоединить. Воллс-оператор вычитывал сегодня лекцию и почему-то, видимо, заглянул на прошлогоднюю. Но сейчас мы посмотрим на прошлогоднюю. Значит, отдельная тема. Это, кстати, тема, по поводу которой Гвида перестал быть диктатором. Значит, это воллс-оператор. Это операция связывания, как в Си. Помните, чем отличается Си от Паскаля, например? Все операция равно является арифметическим внутрь арифметических выражений. В Питоне очень долгое время было не так, но в 3-каком-то там Питоне, видимо, тоже 6-м, люди все-таки договорились, что можно написать вот так вот. Вот эта штука будет связывать имя Чанг с первым, ну, с результатом операции РИД, вот, и внезапно, значит, длинная конструкция, которая сначала что-то куда-то присваивает, потом что-то запускает, потом что-то проверяет, потом снова переписывает, и так далее, превращается в очень короткую, да, за счет того, что мы слили операцию связывания с какой-то операцией, там, вызов функций, например. Вот. Почему эта штука называется Woolworths-оператор, понятно? Или картинку эту показать? Потому что это морж на боку. Глазки и клыки. Вот. Картинка с прошлого года. Давайте я ее сейчас, если очень хочется, покажу все-таки. Она просто, просто должна быть вот здесь, вот, 2023. Сейчас, секунду. О, вот он морж. Значит, у ББМ про связывание. И так мы поняли, что утверждение относительно того, что в питоне нету ни переменных, ни операций присваивания, одновременно и истинно, потому что то, что мы называем такими словами, немножко по-другому работает. Да? И одновременно, в общем-то, мы его можем смело игнорировать, потому что по большей части наш код на питоне ведет себя примерно так, как если мы что-то куда-то присваивали и не паримся. Единственное, что надо помнить, что вот это вот самое присваивание на самом деле не приводит к копированию объектов, а приводит к навешиванию ссылок на один и тот же объект. Это разные вещи. Вот. Если кому интересно, есть некоторые, некоторые примеры, прямо в пепах описанные, как работает операция связывания, чем она отличается от операции связывания в обычной, вот такой, вот. Вот тут примеры, как неудобный код можно представить в удобном виде при помощи волосоператора. Вот. Но мы просто постулируем, что есть такая удобная штука. Ее, кстати, довольно часто приходится брать в скобочки, вот как в этом примере, видите? Вас. Иначе непонятно, где она заканчивается, у нее нет области действия. Вас. Ну, в остальном, в остальном все примерно понятно. Так. Ага. Я все-таки обещал рассказать про рывкаунт. Сколько у нас еще времени? Есть. Здесь 20 минут еще. 20 минут. Отлично. Значит, рывкаунт. Вот тут начинается, как выразился человек, выразился человек по имени просто аккаунт, цыганская магия, которая призвана показать, что в действительности у Питона есть некоторые собственные соображения относительно того, как там под капотом реализовать то, что мы с ним делаем. Но нас это может действительно не волновать. То есть, чтобы мы не делали, так сказать, легальные, валидные операции с объектной Питона не пострадают. Идея стоит в чем? Что если мы вот напишем вот так вот, вот так вот, обратите внимание на почти запрещенную в Питоне операцию точка с запятой, она разделяет оператора, если что. Так можно писать, только любой синтакс-чокер вам скажет нехорошо, пишите в столбик. Вот. На самом деле идея стоит в том, что если вы написали что-то через точку с запятой, то либо действительно лучше написать в столбик, либо, если это присваивание, то, понятное дело, здесь надо было написать просто множественное связывание, а не два разных. Но пример мой, кстати, не в этом. А из Б. Кстати, еще один питонизм. Как вы думаете, работает операция А из Б и с С? Она проверяет, что А из Б, а потом результат сравнивает с С? Нет, конечно. Ну, потому что А меньше Б меньше С работает не так же. Это просто трехместная операция сравнения. Точно так же, как 1 меньше 2 меньше 3. Ну, потому что если мы вот так вот напишем, она сравнивает А с Б, а Б с С, да. То есть это просто А из Б и с С это то же самое, что А из Б и Энд Б из С. Это вообще одно и то же. Ну, тут нельзя так сравнить, конечно. Ан, Энд. Так можно сравнить. Ну, вы поняли, короче. Ну, конечно, это один объект, если, дорогой Дон Патрон, конечно, это один объект, если у него, если у него это самое, если у него из работает. Почему здесь А, я знаю, почему. Сейчас, давайте еще раз, да, вот это вот. А почему false-то? Наверное, вот поэтому false. Вот. да. Так вот, я к чему это? Что если мы сделаем вот так, вот эти три числа, очевидно, будут одним и тем же объектом, потому что вот синтаксический анализ этой строки произошел прямо сейчас. А если мы сделаем вот так вот, то в том питоне, который был в прошлом году, например, это будет уже неверно. потому что вот этот объект был создан в другой акт интерпретации и не хватало еще ходить по всей памяти и проверять, а нет ли у нас уже такой константы где-нибудь. это безумно дорого. Вот. Такая подковерная штука. Понятное дело, что нам с вами абсолютно все равно, сколько их там наплодит питончик. Вот. Но вот, 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 вот. То есть в real life мы все равно этим пользоваться не будем, но тем не менее такая штука есть. А можно еще раз, почему они в первый раз? Потому что когда мы интерпретировали вот эту строку всю целиком, у нас был такой объект 1902. Он создался один и больше нам не надо. А здесь два разных акта интерпретации. Мы сначала один интерпретировали, потом что-то поделали, потом другой. Вот. Однако, если заменить 1902, например, на 92, чтобы уж окончательно всех запутать, а вот там другой. А знаете почему? Потому что в питоне на всякий случай константы от 0 до 254 уже есть в каше. Ну так. Короче, значит, обратите внимание, что все это не страшно. По той причине, что нам-то с вами совершенно все равно. Если мы хотим проверить объекты на соответствие, наверное, мы их собственноручно создали и удалили. Какое нам дело до того, лежит ли целая числовка Шепетона или не лежит? Такие дела. Вот. Тут надо заметить, что вот это смысл рифкаунта состоит в том, что у нас количество имен у объекта накапливается, потом мы эти имена удаляем, ну, например, удаляем, вернее, ссылок, например, удаляем список, из которого была ссылка на этот объект. И когда количество этих ссылок на объект становится 0, объект тоже можно удалять. есть проблема, которая состоит в том, что если мы напишем вот так вот, вот так вот, а это некий список, б это список, включающий в себя а, а потом, первый элемент а это б, то даже попытка вывести это а на экран приведет к рекурсивному попытке вывести б, а потом попытка вывести а. Была такая бага в питоне, очень-очень давнем, супер давнем, в первом. Она, естественно, была пакфикшен, обратите внимание на многоточие. А, б, а, нет, мы не будем дальше, дальше рекурсим. Проблема сейчас в другом. Сколько у нас ссылок на а и на б в данный момент? Ну, давайте мы сейчас ради частоты эксперимента запустим обычный питон, чтобы нам этот самый pt-paint, он там вот этими подчеркиваниями 152 не ссылался на наши объекты, да? Вот. Да, именно. Значит, вот, сейчас посмотрим про ревкаунт. c равняется а, запятая б. import-sys и ревкаунт, что мы там хотели? а, да? а. Сколько у нас ссылок на объект а? 4. Какие-то 4. Имя а, ссылка из b, ссылка из c и та переменная а, которая была создана в функции ревкаунт, когда мы ее вызвали. Вот 4 ссылки. То же самое относится к, там, допустим, c нулевое. все, все вроде пока понятно. Значит, напоминаю, что я делаю. Я описываю проблему, когда работа с ревкаунтом не выполняет свои роли. Когда у нас невозможно отследить исчезновение объекта, просто потому, что количество ссылок на него стало равно нулю. сейчас мы увидим, где это. Если мы удалим только а и б, у нас остаются еще три ссылки, две, две ссылки в пространстве имен друг на друга, потому что вот оба этих объекта еще существуют, на них c ссылается, да, то есть c нулевое это а, c первое нулевое это а, понимаете, две ссылки. И еще одна ссылка, третья, это та, которая, локальная переменная, которая была образована в самой функции гигавтерикаунта. Получается неприятная вещь. У нас, нам доступна только одна ссылка c, мы это имя удаляем, и у нас остается еще одна ссылка на а. То есть рифкаунт как бы не работает. Если мы сейчас удалим имя c, а у нас ничего больше нет в пространстве имен, только c. Еще одна ссылка друг на друга между этими двумя элементами, вот этим, и вот этим, да, останется. Вот это и есть тот самый мусор, для удаления которого нужно применять какой-то искусственный мозг. Да, когда ценители, значит, ручной реализации модели памяти с помощью вручную заведенных ссылок говорят про то, что вот в вашем, в вашей джава или в вашем питоне используется сборщик мусора, они не имеют в виду рифкаунт. Рифкаунт – это хорошая схема. Они имеют в виду ситуацию, что произойдет, когда я скажу вот это. Кто удалит вот эти два объекта? Ну, вот этот и вот этот. Потому что они там где-то в памяти залипли, друг на друга они ссылаются, у каждого этого объекта ко минимуму по одной ссылке на них есть, в нашем пространстве имен их нет. утечка памяти. И этой штукой занимается граббыш-коллектор. Вот. Модуль, который называется ГЦ. И мы сейчас можем попробовать, попробовать, посмотреть, как это все устроено, то есть вот воспроизвести наше безобразие. Значит, вот мы, значит, импортируем ГЦ. Вот мы говорим, ГЦ, запрети нам, пожалуйста, сборку мусора, дорогое. А, ГЦ-дизейбл и ГЦ-дебаг-лик. ГЦ-дизейбл не собирать мусор. И ГЦ-сет-дебаг-лик, чтобы, если вдруг граббыш-коллектор, который не собирает мусор, определит, что вот такие изолированные, не связанные ни с каким пространством имен, взаимоссылающиеся пространства имен существуют, он должен про это рассказать. Так, теперь мы, значит, создаем вот А, который ссылается само на себя. Вот оно. Теперь мы его удаляем, как я понимаю. Давайте вот так вот еще посмотрим. Вот удаляем. Вот, ничего не происходит. А теперь говорим запустить сборку мусора вручную. сборка мусора трижды напоролась на этот наш объект, который мы вроде как удалили. Ну вот. Вот она. А, там же еще засели какие-то старые эти наши. Вот эти. Вон они там все. Такие дела. Понимаете, да? то есть проблема в... проблема гауберс-коллектора состоит в том, что в какой-то момент вам, как автору языка программирования, вам, как питону, приходится принимать решение о том, вот этот вот, значит, вот эти ссылки друг на друга из объектов имеют ли отношение к живым спейсом хоть каким-нибудь. Ну, в данном случае у нас один, вот тот, в котором мы работаем. Вот. Вот, если забираться глубоко внутрь понятия связывания в питон, как выглядит, как выглядит эта штука условно изнутри. Напоминаю, что если, значит, из этих глубин всплыть на в реал-лайф на нормальную поверхность, мы всего этого не видим, мы не выключаем гауберс-коллектор, мы не создаем вот таких циклических ссылок, потому что, ну, как правило, мы этого не делаем. И даже если мы их создаем, гауберс-коллектор умеет с ними справляться, потому что они, очевидно, не связаны ни с одним из доступных неймспейсов. Вот. И работаем с нашими именами почти как с переменными, ну, вот, за тем самым исключением, что мы держим в памяти, что присваивание в питоне это не перекладывание значений из куда-то в куда-то, а добавление еще одного имени, и к тому же самому объекту. Все. Такие дела. Значит, давайте, кажется, я рассказал все, что у меня тут в планах есть, давайте вы... А, вот тут еще волшебная штука, гетриферикс. Можем узнать, из каких контекстов ссылки на наш объект. так, давайте попробуем. Вы пока думайте над вопросами. я посмотрел, сколько объектов ссылаются на константу 0 в загруженной библиотеке. Ну, много. Даже на раз, два, три. ну, как вы понимаете, всякие коды ошибок, промежуточные... Вы поняли. Вот. Ничего удивительного, что константы от 0 до 254 где-то в крыше находятся всегда. До них слишком много ссылок. Слишком много перечислимых множеств с небольшим таким количеством объектов определено заранее в стандартной библиотеке. А таких нет. Точнее, он есть, но он это... Я его только что создал. Да? Это единственный реферер, это тот объект, который существует в данный момент. Если есть вопросы, задайте. Я хочу еще одну вещь сказать, и на этом мы сегодня закончим. Давайте, задавайте. Да. Этония возможно логичное переполнение или такого нет? Переполнение чего? Нет, конечно. Мы об этом будем говорить, у нас будет совершенно отдельная лекция. В питоне... Да вы знали. Вы спрашивали то, что уже знали. Это называется подметное письмо. Значит, в питоне есть различия между целыми числами, которые помещаются в конкретную реализацию, и так называемыми длинными целыми, которые могут быть такой длины, какой длины у вас память. Значит, для программиста это абсолютно прозрачно. То есть, мы можем только по костным признакам отличить, зная, в каком формате хранится число. Но вы должны понимать, что если у вас число состоит из 10 тысяч знаков, то оно, наверное, альфметическая операция над ним, наверное, работает слегка медленнее, чем у числа, которое влезает в одно машинное слово. Значит, таким образом, смотрите, как, возвращаясь к тому, что мы сегодня все время делали, как вообще работает интерпретатор, когда мы пишем что-то в духе, а равняется а, б равняется 1,2 и с равняется а умножить на 2 плюс b. Вот умножить на 2. Как работает, как интерпретируется вот эта строка? Во-первых, операции, давайте тогда вот так вот. Сначала происходит синтаксический анализ. Мы парсим эту строку, выясняем, что в ней вообще происходило. Про синтаксический анализ, кстати, у нас будет лекция для магистров. Вот. Значит, затем определяется, что у нас есть операция связывания. Слева от нее имя, куда происходит связывание. Справа альфметическая операция, состоящая из идентификаторов, констант и операторов. Дальше определяется приоритет этих операций. Дальше выясняется, что надо сначала взять вот эту, вот эту идентификатор. Это а. За этим а мы лезем туда, вот в пространство имен, в дир. Выясняем, чем оно равно. Получается объект. Дальше мы берем константный объект 2. Получается еще один объект. Дальше мы вызываем операцию сложения. Они складываются. Константный объект 2 можно уже удалять, он больше не используется. И у нас появляется временно живущий объект, равный а умножить на 2. Дальше мы берем, идем к, в силу приоритета операции, опять входим к пространству имен. Забираем константный, забираем объект B. В смысле, смотрим на имя B. Это объект 1. Дальше мы выполняем операцию сложения. Получается объект 3. И он связывается именем C. 4. Да, потому что умножить на 2. Пардон. И он связывается именем C. То есть, фактически, мы довольно много питоновских операций проделали за одну такую простую интерпретацию архитического выражения. Самое, что важное, что вот, когда у нас будет лекция про байт-код, мы увидим, что байт-код ровно так и выглядит, как мы сейчас описали. именно в таком порядке сходить именно туда, сходить сюда, создать константу, объединить, получить объект, сходить еще, провединить операцию, получить объект, записать. Вот. Вот теперь я сказал все, вопросы, пожалуйста. Значит, да. Функции есть объекты, значит, могут быть. Все в питоне объекта. Итерироваться можно по объекту, знаете, когда? Когда у него есть метод iter. Вот. А еще итерироваться по объекту можно, если у него есть метод getItem. Этот getItem внезапно, getItem 0 возвращает 1, getItem 1 возвращает другой, тогда iter можно не быть. Тогда можно, если есть getItem, тоже можно итерироваться. Ну, есть такая понятия, есть такое понятие, в том, что не протокол. Когда мы говорим, что вот, мы будем с вами говорить, когда будем говорить про числа, про протокол альфметической операции, он более сложный, чем то, что мы сегодня говорили. Вот протокол итерирования, он тоже более сложный. Ну, примерно вот на пальцах, вот я говорю, в нескольких случаях итерироваться по объекту можно, для этого просто должен быть метод. Еще вопросы? Окей. Значит, домашнее задание, разумеется, есть в том, чтобы в том, чтобы, значит, освоить интерпретатору себя питона, выбрать для себя редактор, начать писать программы. Значит, ну, короче, к следующему разу у вас уже должно быть настроено нормальное окружение, в котором вам удобно писать домашние задания, потому что там будут по 4 домашних задания к каждому лекции, к каждой лекции, задачки. Для тех, кто еще не успел, пожалуйста, зарегистрируйтесь на e-judge и решите программу, задачку, в следующий раз, домашнее задание. Ну что, все? Ну, значит, как в питоне с многопоточностью асинхронным обстоит вопрос. Многопоточность в питоне есть, но мы будем про это говорить, она немножко такая, лучше использовать многопроцессность, хотя с этим потихонечку уйдет. Асинхронность в питоне отличная у нас будет целая лекция в этом самом магистрской части исключительно про синхронность. А, нет, не в магистрской, в основном курсе будет лекция исключительно про синхронность. Все очень хорошо со синхронностью в питоне. Вот. Можно ли создавать скрипты, программы так, чтобы конечный пользователь никогда не увидел трейсбэк? Хорошо, что в вопросе не присутствовало слово питон. Правильный ответ, как это без мата сказать? Неприлично так делать. Вот. Если вы заметаете следы за собой, ну, как это, я не вижу ни одной нормальной причины, зачем так можно было бы делать. Лучше сделать по-другому. Если вы хотите, чтобы ваша программа с точки зрения пользователя никогда не падала, пускай обработкой вот этих падений занимается специальная подсистема. тогда, да, конечно, можно любую, любое исключение в питоне можно словить, вот, а дальше что-то с ним делать. Да? Ну, напоминаю, что, не напоминаю, а я буду уже еще про это говорить, практика программирования, при котором вы говорите try что-то такое, except ничего не делать, то есть любая ошибка обрабатывается ничего не делаем. И это очень плохая практика программирования. Исключение в питоне это не ошибка. Исключение в питоне это такой передачи управления. Если вы используете для того, чтобы заметать следы, будет хуже всем. Я на практике с этим столкнулся многократно. Вот. Еще вопросы? А, вот, как говорится, это включение график коллектора, то есть у нас висело такое количество вот ссылок, после того, как мы удалили, а... Не ссылок, кольцевых ссылок, Просто ссылки, они, понятное дело, удаляются по мере обнулиния ревкаунта. А, когда мы включаем график коллектор расчет, что он делает, он удаляет эти всякие... Да, 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 он их удаляет. Он проходится по всем, по всей карте объекта, которые есть, выясняет, что ни одного из доступных неймспейсов нету ссылок внутрь вот этих замкнутых множеств, он там строит вот эти графы ссылок друг на друга этих объектов, и если такой подграф образуется, у которого нету ссылок из видимых графов, он их удаляет все скоб. Вот. да, да, если, если очень надо, если это прям вот прям, но это, как вы понимаете, вот то, чем мы не будем заниматься в этом семестре точно. Еще вопросы? Если нет вопросов, тогда всем спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...